Всем привет! В общем, нахожусь я в Монголии, двигаюсь в сторону Улан-Батора. Мне до него еще километров 150, я не тороплюсь. Сейчас на карте появляется все больше и больше достопримечательностей. Буду заезжать по возможности. А сейчас вот хотелось бы поговорить, мысль такая пришла, потому что на стриме люди спрашивали, да и так в комментариях пишут, свободен ли ты и как обрести свободу. Скажу сразу, я не свободен, и мне до свободы еще очень далеко. Ну, по сравнению с кем-то, да, возможно, я более свободный человек. Есть определенное правило. Вот лично для себя я его... Оно даже уже не правило, а как данность, которую я ношу с собой. Я не забываю, у меня дня не проходит, чтобы я не подумал о том, что я умру. Что еще страшнее, умрут люди, которых я любил. Вот. Вот это, так сказать, фундамент мыслей и начала действия к свободе. Потому что, понимая это, все остальное... Не то, что все остальное, а вот принятие каких-то там решений, там, может быть, взять кредит, взять ипотеку лет на 30, на 20, устроиться там на работу, карьерную лестницу сделать, там, 10 лет проработать каким-то клерком, забив на вот это все. То есть, работать, работать, чтобы потом хорошие деньги получать. Сейчас поугнижаться, чтобы потом что-то возможно было, хотя это не факт. Но при этом всем вот это забывается красота. Хотя здесь человек и получает настоящий урок, что ли, жизни. Потому что после смерти что мы заберем? Мы не заберем. Это точно деньги, квартиры, машины. Ничего этого мы не заберем. А что, возможно, мы сможем забрать, если сможем? То это, наверное, впечатление. Это внутреннего себя. Кем ты стал к моменту смерти? Наверное, какие-то основы вот этого, возможно, и перейдут в другой мир. А где этому всему научиться? Где это все лучше подчерпнуть? Конечно же, в путешествиях, в приключениях. И я не имею в виду, что, чтобы начать человеку духовно там расти, развиваться, ему надо отправиться в другую страну, там сесть на автомобиль, уехать за 5000 километров. Нет. Для многих достаточно сесть на велосипед и поехать. Сесть на электричку и поехать. Изменить свой окружающий мир, который каждый день одно и то же. Люди так живут, словно они наметили себе по 200, по 300 лет. Не замечают, что жизнь проходит. А это все и остается неувиденным. Не знаю, как я формирую свои мысли насчет этого. Я, наверное, все-таки не философ. А, возможно, и философ. Но надо для этого читать, пополнять словарный запас. В общем, мысль о смерти, она постоянно со мной. И при решении каких-то там задач, ой, там, о, там, царапина на машине, что же делать, там, все, панику там развел. Или там, не знаю, там, тебе говорят, что ты неудачник в жизни. Или что там, девушки нету, девушки нету, о, девушки нету, надо срочно искать девушку. Или там, женись тебе говорят, женись, женись. То есть много людей по этому поводу нервничает, переживает. Но когда подумаешь о том, что все кончится, уйдешь ты, уйдут те люди, которых ты любишь. Что еще страшнее? Ты-то что, живешь, живешь, да умер, да все. А вот когда ты хоронишь кого-то близких, это да, это очень тяжело. Так что хотелось бы передать с этого прекрасного вида вам свои мысли. Живите, наслаждайтесь жизнью, поменьше нервничайте. Как бы, если я скажу побольше, думайте о смерти, это я так живу, и это мне помогает. И как бы это тяжелее становится жить, потому что многие работами, ипотеками это все заслоняют на дальний план. Далеко, далеко, далеко. И эта мысль их коснется только тогда, когда они там перед смертью, у них что-то заболит, они поймут это. Но я думаю об этом сейчас. Пока что, вот сейчас я жив, сейчас все хорошо, сейчас я в путешествии. А поеду дальше, и через километр там произойдет авария, и меня не станет, и все. Так что вот, все мы превратимся вот в подобие вот этого. Здесь это очень много этого. Едешь вдоль дорог, валяются трупы. Это все останется здесь. А уж тем более машины, дома, квартиры, ради которых человек всю свою жизнь иногда оставляет. Оставляет вот эту всю красоту, которая доступна каждому. Большинству доступна. Тех людей, которых я знаю, им не составит труда в финансовом плане сделать что-то подобное, да еще и лучше, чем я. Но они этого не делают. Они заняты другим, заняты мелочами, которые у них под ногами. Вот они здесь решают какие-то проблемы, которые... Пыль, пыль, полнейшая пыль. Это не важно. А важно, духовная составляющая, любовь важна. Но про любовь это отдельно. Это очень большая редкость в нашем мире. Так что вот, такие мысли, ребята. Все, ветрюга дует, вообще жесткий. А я здесь остановился, здесь как бы достопримечательность. Вот там наверху. Сейчас мы поднимемся с вами. Эх, а где мои 17 лет? 18 лет на большом каретном. Вот там вдалеке юрты кое-где. Вот там я проехал небольшой городок. А здесь памятник. О! Оу! Ветрюга дует просто! Конечно же, конь. А вон моя окушка. Поехал дальше. Поехал дальше. Поехал дальше. Продолжение следует...